ребята всем привет мы наконец-то решили снять видео вопрос-ответ у нас была запись под которой мы задавали свои вопросы и мы на них сейчас будем отвечать первый вопрос почему не хотите вернуться в украину ответ очевиден почему потому что там идет война каждый день летят ракеты каждый день в особенности на мой город город харьков сегодня 30 марта вот буквально 20 минут назад полчаса 6 ракет прилетела я созванивалась с мамой она будет очень громко 5 ракет она отчетливо слышала 6 вот тоже недавно прилетела неизвестно куда неизвестно пострадали людей не пострадали не родители мои полностью отказываются выезжать вот абсолютно никак они уже в возрасте его и тяжело маме тяжело вообще это будет все переносить она ни в какую не хочет она говорит если я не уехала там феврале того года то я уже не уеду никуда и например я не могу вот взять и вернуться подвергать свою жизнь опасности я не могу во первых я же говорю война не закончилась каждый день прилет и тревоги работы нет что что мне там сейчас делать как мне туда вернуться абсолютно никак всем сердцем я в украине и очень хочу туда вернуться поскорее бы закончилась это проклятая война украина победила и все вернулись к себе домой а те кто не хотят возвращаться то пусть устраивают свою жизнь за пределами украины кто в германии кто где я ответила на этот вопрос да я также почерпнула слова тоже самое хочу сказать война продолжается ребята я тоже самое я душой и сердцем в украине если была бы моя возможность я бы сейчас бы не сидела и не записывайте было дома с родителями работала где-то чем-то занималась увлекалась у нас была прекрасная жизнь до войны в украине да мы не можем сказать что у нас там все на высшем уровне зарплаты пенсии до каждой стране есть свои минусы можно и так начать можно не только разговаривать про украину и так дальше да то пишут только что в украине все плохо больше украина ну там был вчера комментатор я не помню женщина мужчина и мне неважно кто это был те кто будут писать украина вот это все что пишут они будут улетать в блок просто моментально и сразу меня сейчас я не знаю какими надо быть людьми чтобы до сих пор не осознать происходящего мы не будем сейчас углубляться кого-то там обзывай нам этого абсолютно не надо у нас канал не про политику и мы этого стараемся вообще не касаться и я думаю все поняли что мы хотели сказать потом второй вопрос задает валентина беллман правильно неправильно не знаю вы заявили в job-центр вы заявили в job-центр свое блогерство если нет то вы в каком-то смысле обвалоровываете германию вами германия портит пособие видимо платит человек хотел написать оплачивать квартиру и дают продукты как мало обеспеченным так что подумайте и я думаю вы поступите правильно на что я валентине уже сразу ответила еще тогда когда она задала этот вопрос день назад во первых мы не получаем с нашего канала не цента во вторых мы в курсе всех законах и правила германии так еще раз мы повторимся что мы с нашего youtube канала не получали еще не цента не евро не гривны не любой другой валюты ничего мы не зарабатываем на нашем канале и мы в курсе про все правила по поводу джок-центра что нужно регистрировать канал все все мы знаем спасибо за ваш комментарий но я надеюсь что она не услышала мы в курсе всего обращаемся к вам все ответили сейчас мы в таком настроении потому как вы уже поняли что сейчас происходит моем городе я уверена что не только в моем сейчас эти прилеты потому что это постоянно каждый день так следующий вопрос вы обещали рассказать почему выбрали германию они англоязычную страну ведь немецкий не мелодичный язык а его вам учить приходится во первых мы не сидели с картой и не выбирали в какую страну нам поехать нам позвонила наша знакомая подсказала в какой нам город поехать и где нам оформить параграф 24 и как бы у нас не было там мы не сидели с картой и не выбирали куда можно поехать как бы самая ближайшая во первых германия во вторых они были знакомы которые нас сюда направили и мы решились потому что во первых германия финансово мы не будем это скрывать и это нормально нормальное явление и как бы там не было а если выбирать там канаду или другие странные то вы извините язык то можно знать во второе время вы знаете сколько нужно денег ну первую неделю или две да вам оформятся документы да не как в германии конечно все быстро будет но первую или две недели вам оформят документы и возможно глаз оставит каком-то там лагере не знаю а после двух-трех недель вам скажут все ищите себе квартиру за свои деньги и так далее так что у нас как бы миллиона в планах нет поэтому на сюда направили мы как бы решили что ближе всего будет германия и мы брали я считаю сделали да мы будем изучать язык и стараться как-то приспосабливаться к жизни здесь и а дальше будет видно я не знаю что будет дальше абсолютно не знаю что будет дальше и последний вопрос в этой части видео ответа потому как сейчас действительно нет никакого настроения желания снимать видео на остальные вопросы мы ответим во второй части надеюсь тоже у нас не будет настроение получше и мы не будем немножко такого состояния добрый день расскажите юлия вербицкая добрый день расскажите как вы познакомились друг с другом и расскажите ваше отношение к пропаганде лгбт вот этот флажок познакомились мы в университете знакомы мы уже шестой год ну вот так и познакомились учитесь в харькове учились в университете дальше работали вместе потом началась война и мне брат предложил уехать большую и мои знакомые вместе мы уже знакомые мы не друзья не у меня просто я имею ввиду знакомые брат для брата ты знакомая брат для моей знакомой мы не лучшие друзья я правильно понимаю подруги вот вот вам результат почему ладно так вот так мы познакомились работали больше и когда началась война конечно же нас сюда направлены мы уехали все хватит не хочу расскажите ваше отношение к пропаганде лгбт ну как бы в германии нет пропаганды я считаю у них это на официальном законном уровне у них это абсолютно нормально и здесь даже сколько я слышала можно и брать и заключайте все в этом плане как и лично мы относимся к лгбт ну я могу сказать до себя я отношусь нормально они такие же люди как и все мы ничего не вижу в этом плохого и как бы пусть живут так как они хотят не надо их ущемлять и все остальное я считаю что в двадцать первом веке это нормально ну как-то так а вы что думаете настя наверно категорически по-другому настроена ну я считаю так я пойду накручу сигарету потому что у меня это состояние реально а ты задал вопрос или нет все я поняла вот еще раз на тот же вопрос еще раз повторю ответ от меня добрый день расскажите как вы познакомились друг с другом и расскажите в отношении пропаганде с они мы познакомились и расскажите ваше отношение к пропаганде так ребята что я скажу я никак не пропагандирую но я отношусь к этому никак что неплохо и нехорошо я скажу просто двух словах главное чтобы меня это не касалось что хотите там делайте но меня это вообще не должно волновать я за традиционную как сказать ценность долги в семьи и то что там люди любят не любят а не знаю пускай живут себе шухая делать но меня это никак не касается не знаю как там они относится но ко мне это вообще я и них и не позитивно я даже не знаю как у меня нет такого конкретного ответа на этот вопрос просто смогу сказать спокойно чтобы меня это никак не трогал в общем ребята мы ответили на некоторые вопросы на остальные вопросы будет часть 2 до видеть и может где-то мы там не в настроении немножко такие резкие особенно я ну действительно настроение никакого нет связи с тем что сейчас обстреливают мой город и и ты думаешь сидишь себе мысль или просто не понимаешь куда она прилетит и спрашиваю знакомых родственников и так дальше которые сидят просто себе спокойно отдыхают ложатся спать самое интересное что-то происходит все в основном в ночное время когда все там пришли с работы все отдыхают они это делают четко по какому-то плану чтобы все были дома выходной день вот такое вот там все очень страшно я и я жарю на не будем сейчас в общем ставьте лайк если вы считаете нужным его поставить подписывать не прочитать внимание что мы снять так может туго как-то разговаривать потому что реально настроение нет и все как-то все раздражает и не понять что в голове творится иногда бывают такие непонятные мысли тараканы давания так что пишите может еще какие-то будут вопросы задавать а вторую часть да может там для второй части кстати уже достаточно вопросов ну кто хочет конечно задавайте сделаем еще одну часть так что все ребятки всем пока пока